Привет всем, вы на канале Пульс Земли, ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 23 октября. Поехали. Сильный ливень вызвал наводнение в ряде районов города Бангалор на юге Индии. Ночной ливень побил 20-летний рекорд по количеству осадков за 24 часа. Город столкнулся с затопленными дорогами, плавающими в воде автомобилями и поваленными деревьями. Людей эвакуировали на лодках и тракторах. По данным местных властей, в этом районе обрушилось свыше 240 мм осадков, что в два раза превышает норму за этот период. Циклоническая циркуляция верхних слоев воздуха в ближайшие дни может вызвать сильные дожди в индийских южных штатах Карнатака и Тамилнат, согласно данным Метеорологической службы Индии. Из строящегося здания, которое обрушилось в результате интенсивных осадков, были спасены по меньшей мере 15 человек. Продолжаются поиски возможных выживших, которые остались под завалами. Власти опасаются, что несколько человек были заблокированы в результате обрушения строящегося здания. В Баку затопило город проливными дождями, которые не прекращаются с 21 октября. На территории Сабунчинского района вообще произошла трагедия. Два человека утонули в своей машине, в результате заполнение туннеля дождевыми водами. Из опасных зон был эвакуирован 31 человек. В городе затоплены подвалы и первые этажи зданий. Дождь подтопил также и автомобильные тоннели. В социальной сети жители делятся фотографиями затопленных автомобилей и предлагают властям столицы выделить на дорогах отдельные полосы для водного транспорта. По данным ведомства, количество осадков в разы превысило годовую норму, а также возникли проблемы с коллекторами для отвода дождевой воды. Пострадал и сельскохозяйственный сектор, под водой остались поля с урожаем. В горных районах Черноморья турецких провинций Ризе, Артвин, Гересун наблюдаются обильные снегопады. Круглосуточно продолжаются работы по расчистке снега. Из снежных заносов были спасены 8 человек, застрявших на своих авто в сугробах. С начала зимнего сезона регионы столкнулись с обильными снегопадами, что привело к образованию толстого слоя снега, значительно осложняющего движение и нормальную жизнь местных жителей. Для расчистки дорог и восстановления транспортного сообщения активно используются специализированные машины и техника. Бригады дорожных служб работают круглосуточно, чтобы обеспечить проезд по основным магистралям, соединяющим населенные пункты. Интенсивные ливневые осадки стали причиной локальных наводнений в Липецке. Щедрый дождь затопил перекресток Фрунзе-Неделина. На нем едва ли не тонули машины. Этот перекресток – самое низкое место в центре Липецка. Со всех улиц на него стекается вода. Пропускная способность ливневки не способна в пиковые нагрузки отвести всю воду с перекрестка. Поэтому некоторое время, когда над центром города дождь лил как из ведра, в этом месте собралась вода. На департамент Маркас Хуарес в аргентинской провинции Кордова обрушился сильный шторм с порывами ветра до 25 метров в секунду. Во время его прохождения был замечен довольно крупный торнадо. В соцсетях жители уточнили, что в результате этого погодного явления жертв и пострадавших не отмечено как и ущерба инфраструктуре. Сильный дождь в восточной Капской провинции вызвал эвакуацию жителей из городов в Хкеберхе и Кариге. Мощные ливни вызвали сильные наводнения и оползни в провинции. Жители были вынуждены эвакуироваться из своих домов после того, как сильные ливни вызвали наводнения по всему региону. Власти эвакуировали 200 человек из районов, которые наиболее пострадали от непогоды. Сообщается, что многие дома были разрушены, дороги затоплены, а деревья повалены. Некоторые населенные пункты оказались без электричества. По словам представителя муниципалитета залива Нельсон Манделы, расположенного в самом центре наводнения, в восточной Капской провинции, жертвами стихии, стали по меньшей мере два человека. Друзья, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Каждый день там публикуется информация, которая не вошла в выпуск или не успела попасть. Заходите, будет интересно. Ссылочку оставлю в описании. Или можете воспользоваться QR-кодом в правом верхнем углу экрана. В ночь на 23 октября мощный ливень обрушился на итальянский остров Иския, превратив его улицы в бурные потоки воды. При этом дождь сконцентрировался в основном в столичном муниципалитете острова, где, по данным Гидрометцентра гражданской защиты, за один час выпало более 32 мм осадков. Несколько улиц превратились в реки, особенно в районе Пиластри. Потоки воды были такой силы, что смыли несколько припаркованных скутеров. Неудобства также возникли на Иския, Понте, в некоторых районах муниципалитета Барана и на остальной части острова. Прогноз погоды неутешительный, ожидается, что в ближайшие несколько часов дождь продолжится. Это кадры из Дубая. Город накрыл сильный туман. Потрясающими видами поделился местный житель. Снежные осадки добрались и до турецкого города Бетлис. Удивительно, что снегопад, который уже много лет начинался в конце ноября, выпал в середине октября. Если в центре города толщина снега составляла 5 см, то в более высоких районах она достигала 10 см. Представители метеорологии заявили, что во второй половине следующей недели снегопад покинет регион и сменится холодами. Дома, машины и дороги были засыпаны снегом, горожане оказались неподготовленными к таким погодным условиям. Со снегопадом произошло заметное понижение температуры воздуха, возникли проблемы в транспортном сообщении. Последний раз такого рода снегопады наблюдались в городе в 2015 году. Тропический шторм Кристин, пройдя по территории Филиппин, принес с собой проливные дожди и сильные ветра, что привело к резкому подъему уровня воды в реках. Вода быстро затопила улицы, блокируя движение транспорта и создавая хаос в Ириго-Сити. Автомобили, мотоциклы и автобусы были погружены в воду по крышу, а некоторые полностью смыты мощными потоками. Шторм Кристин, по оценкам синоптиков, достиг скорости ветра до 150 км в час, вызвав сильные ливни, особенно на южных и центральных островах архипелага. Камарин-Сур оказался одной из наиболее пострадавших провинций. Спасательные службы работают круглосуточно, пытаясь эвакуировать людей из затопленных районов и восстанавливать инфраструктуру. В штате Коннектикут разгорелся крупный пожар на горе Ламентейшн, расположенный недалеко от города Берлин. Огонь быстро распространился по склонам горы, охватывая значительные территории, создавая угрозу для окружающей природы и близлежащих населенных пунктов. Местные пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия, мобилизовав значительные ресурсы для борьбы с огненной стихией. Основной задачей на данный момент является локализация очагов возгорания и предотвращение дальнейшего распространения огня. Ветер периодически усиливается, что усложняет работу спасателей. Префектура Мейдзаки, расположенная на южном острове Кюсю в Японии, сегодня столкнулась с локальным наводнением, вызванным непрекращающимися проливными дождями. Ливни, которые начались несколько дней назад, привели к тому, что уровень воды в местных реках значительно превысил допустимые нормы. В результате, реки вышли из берегов, затопив обширные территории, включая жилые районы, дороги и сельскохозяйственные земли. В некоторых районах передвижение транспорта было сильно затруднено. Вулкан Левотоби, расположенный на острове Флорис в Индонезии, вновь проявил активность, что привлекло внимание местных властей и жителей. Последние данные свидетельствуют о том, что вулкан выбрасывает значительные столбы пепла, поднимающиеся на несколько километров в атмосферу. В этом извержении не наблюдается лавовых потоков, однако выбросы пепла и газов могут создать серьезные проблемы для окружающих районов. Дождь и нулевая температура в Хулунбуире во внутренней Монголии стали причиной серии столкновений более 30 транспортных средств. Вечером 22 октября температура резко упала в Хулунбуире. Из-за сильного дождя и ветра дороги замерзли. Это и стало причиной столкновения такого большого количества автомобилей на мосту Шеньбаа в районе Хайлар. Как минимум пострадало 5 человек. Первые заморозки на плато Ай-Петри, расположенном в Крыму. Ночью температура опускалась до минус 3 градусов по Цельсию. Местность покрылась белым пушистым покровом, создавая зимнюю атмосферу. Изморось укрыла склоны и леса, превратив их в безмолвные, спокойные пейзажи. Плато, окруженное величественными горами и лесами, стало еще более притягательным для туристов и фотографов, которые спешат запечатлеть это редкое для южного региона зрелище. Озеро Гелбыши, расположенное в районе Кёстель, играет жизненно важную роль в обеспечении водных ресурсов для равнины Бурсы, известной своим плодородием и сельскохозяйственными угодьями. Это озеро служит основным источником воды для орошения полей, на которых выращивается всемирно известная груша девечи, экспортируемая во многие страны. Однако в последнее время ситуация с озером Гелбыши достигла критического состояния. 90% его площади высохло из-за засухи, что стало настоящей экологической катастрофой для региона. Снимки с воздуха, сделанные с низкой высоты, показывают тревожную картину. Сильные ливни не отпускают оман. Уже которые сутки подряд они то стихают, то начинают идти с новой интенсивностью. Кадрами непогоды делятся местные жители и очевидцы события. Местами уровень паводка достигает метра и более. Власти сообщают о сходе ряда оползней, а также просят жителей переждать непогоду в своих домах. Ну вот мы и добрались до минутки позитива на канале. Позитона – это живописный город на Амальфитанском побережье Италии, известный своими разноцветными домиками, которые каскадами спускаются к берегу Теренского моря. Это место буквально пропитано очарованием. Узкие улочки, окруженные цветущими бугенвилиями, ведущие к уютным кафе и магазинам с изделиями местных мастеров. Позитона славится также прекрасными пляжами, где можно насладиться мягким климатом и кристально чистой водой. За последние сутки на Земле произошло 152 землетрясения с магнитудой равной двум или более. Землетрясения с магнитудой равной четырем или более произошли в 20 странах, в каких именно, вы можете посмотреть на своих экранах. Спасибо за просмотр выпуска и за внимание. Спасибо за вашу поддержку и активность. До завтра.